У кого андроид, покупайте, значит, айфон. О чем вы, лягушки, простите, поете? Ведь вы же сидите, простите, в болоте. Отберут все, а на рынке зарабатывают только оптимисты. Докинуть держателей. И вырежь, пожалуйста, это значит, чтобы никто не услышал в цифре, в верфиде. Рад всех приветствовать в дилинге Кселиуса. Все, вам тоже. Всегда приятно к вам заходить, потому что вы так активно хлопаете. Ну и давайте тогда по сегодняшней теме. Сегодняшняя тема, что такое не везет, как с ним бороться. А если точнее, инфляции, как ее победить. В процессе планирования мероприятия было скинуто ровно 10 вопросов. И в каждом из вопросов инфляция, 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 еще раз инфляция, да, с разных сторон. И, соответственно, давайте мы построим работу следующим образом. Я расскажу какой-то базовый понятийный аппарат, чтобы нам расширить кругозор на эту тему именно в инвестиционном разрезе. И потом отдельно пройдусь по вопросам. Ну и те вопросы, которые уже будут у нас в порядке дискуссии, мы их отдельно уточним, разберем тогда. Готовы? Поехали. Вот. Ну, по поводу инфляции. То есть, очень много на сегодняшний день дискуссий, какая инфляция. То есть, мы смотрим, значит, Росстаты, там инфляция у нас 8%, 8,4%. Открываем сайт ЦБ, у нас там инфляция, там тоже на этом уровне. Когда смотрим на ключевую ставку, она 19%, да, хотя должна быть на уровне инфляции. Вот. ФРС измеряет инфляцию по стоимости бутерброда, значит, в Макдональдсе, Бикмага. Вот. Эльвира Набиулина по стоимости кастрюльки борща, значит, у нее борщевой набор. Вот. Вопрос, конечно же, в том, какая реальная инфляция. И здесь я хочу настроить всех, да, что инфляция у каждого своя, да. Это исключительно личное дело. И почему своя, да, потому что, когда мы берем какой-то стандартный потребительский набор, да, ну, тот же самый там гамбургер, ну, вы часто едите гамбургеры, да, или вообще какая доля в вашем бюджете этих гамбургеров. Ну, кто-то каждый день, да, там, на завтрак, на обед и на ужин. Вот. Мы их, значит, со счетов не берем, да, но нормальные люди, да, питаются и имеют бюджет потребления иной. И, ну, давайте вот несколько моделей рассмотрим, да, значит, человек, который пенсионер, да, у него какой бюджет потребления? Коммунальные услуги, да, продукты питания, все у него уже есть, да, значит, аж чего нет, он заштопается, да, значит, или достанет из чулана, да. Молодая семья, которая арендует квартиру, абсолютно другая история, да. Семья без детей, семья с детьми, человек, который ездит на Ладе-Калине и человек, который ездит на БМВ, да, то есть это абсолютно разные истории, и для того, чтобы понимать, какая инфляция, то мы должны прибегнуть к простой схеме, да, основе политэкономии, которую у нас Карл Марс еще, значит, пропагандировал, потом Ленин. И в целом, да, это основа экономики, причем экономики и макроэкономики, и экономики на уровне бизнеса и на уровне отдельного домохозяйства. Вот, а пирамида очень простая, учет, анализ, контроль. Вот, до тех пор, пока мы не учли свои личные издержки, вот, как постоянные, так и переменные, и не просто учли, да, вот сколько вот там, значит, зарплата, сколько я потратил, то есть все деньги кончились, да, уже, значит, к 20-му числу, да, до получки еще, значит, две недели. Но еще и нужно учитывать в разрезе отдельных статей расхода, и также еще нужно учитывать в годовом разрезе, почему? Потому что у каждого человека текущие расходы одни, но когда у нас возникает в конце года налоги на, там, недвижимость, на движимое имущество, какие-то страховки, какие-то еще вещи, или, допустим, какой-нибудь, да, там, 8 марта, да, когда нужно всем знакомым и незнакомым девушкам подарить цветы, да, то есть это там, значит, их много, да, там, это другая статья расходов, там, подарки на Новый год, и здесь мы, конечно, должны учитывать годовой бюджет. И я могу, конечно, поделиться своим опытом. В какой-то момент, значит, мы в семье начали использовать, момент очень простой, да, во время поездки, да, на автомобиле, и вот в очередную поездку решили, сколько же мы все-таки тратим денег, потому что деньги всегда были вот так вот без счета, да, на какие, сколько надо, да, столько потратили, на какие статьи расхода, и с тех пор, а это уже, наверное, уже не один год, лет 7-8, ведется учет, да, и причем, слава богу, он вошел в привычку, и было испробовано несколько программ для введения личного учета, и в конечном итоге, можете сами поэкспериментировать, да, ну, вот я вам как аудитор, да, профессионально говорю, что самое удобное, что на сегодняшний день есть, это программка MoneyFlow, разработчик немец Герман, Ваген Лейтер, вот, вот, она есть на айфоне, вот, на андроиде он ее не выпускает, да, поэтому, значит, у кого андроид, покупайте, значит, айфон, хотя бы, да, ради учета вот, своих инвестиций, ничего лучшего вы не придумаете, программа удобная не только быстро занести, но еще и потом посмотреть в статье, значит, разрезов. Когда вы начнете осуществлять учет, вы увидите удивительным образом, какие-то, да, не, значит, неоцененные ранее расходы, да, которые в течение года составляют достаточно большую, значит, часть, да, личного бюджета, вот, а также увидите, да, как год за годом действительно изменяются у вас статьи расходов. И, когда мы говорим о, опять, да, вот этой пирамиде, то невозможно вообще проанализировать, насколько у нас изменились цены, где мы теряем, да, и где у нас действительно инфляционное давление, пока вы не организуете личный учет. Вот, и как я уже сказал, инфляция это сугубо личное дело, ну, допустим, если там семья средних лет, там, два ребенка учатся в УЗИ, и вы подписали четыре года контракт, да, где не изменяется стоимость, и за каждого платите, там, по полмиллиона, да, значит, там, в год, то стоимость капусты, морковки, лука и яиц для вас это такая несущественная величина, вот, что вы на эту инфляцию можете не смотреть, да, и так далее. Вот, у кого-то абсолютно другой бюджет, да, ну, ты, чтобы не повторяться, да, я еще раз говорю, да, что пока не организован личный учет расходов, не будет никакого, да, то есть анализа, ну, сегодня мы говорим, да, в разрезе, конечно же, да, инфляции. Вот, ну, и в целом анализа с точки зрения балансов доходов и расходов, да, и какой-то, да, статистики, да, планирования своего, значит, личного бюджета. Причем это справедливо не только для личного бюджета, да, то есть те, у кого бизнес, они прекрасно знают, что пока не наладили учет, мы не знаем, кто из менеджеров бездельника, кто приносит прибыль, кто из водителей, там, ворует, значит, топливо, да, а кто, значит, честно отматывает свои километры, кто из клиентов нам пьет кровь, а кто действительно, значит, там, является источником нашего дохода, да, и так далее. Вот, ну, а, конечно, да, сейчас модно, да, критиковать, значит, там, правительство да или еще что-то, вот, вот, и те, кто столкнулся глубоко с инвестициями, он знает, конечно, какая широкая, удобная для понимания и визуализированная статистика у нас есть, да, по Америке, вот, где мы там любой показатель, и не только по макроэкономическим, но и по корпоративным, да, можем взять, вычленить, да, и нарисовать на графике, и сделать это бесплатно. Вот, ну, и наша, да, государственная статистика, зайдите на сайт Росстата, и попытайтесь там найти тот же самый показатель инфляции, вы будете плеваться, да, и в конечном итоге там ничего толкового не найдете. Вот, ну, и когда уже будет все это проанализировано, то ту самую инфляцию, да, можно взять будет под контроль, по крайней мере, да, с точки зрения личного бюджета. Ну, и в целом, я, наверное, скажу то, что уже неоднократно повторял, да, то, что финансовый кризис, инфляция, да, это дело сугубо личное, да, и здесь, конечно же, не нужно обобщать, вопрос только в том, насколько вы готовы, да, насколько имеете запас по прочности на разные негативные события. Ну, а в этот момент, пользуясь случаем, я хочу представить курс своего близкого коллеги, Дмитрия Донецкого, который разработал курс «Как находить акции, которые на пороге сильного роста». Получить его можно бесплатно по ссылке, которая под этим видео. Ну, и на курсе вы получите несколько авторских методик, которые позволят защититься от инвестиционных рисков, создать грамотный портфель, избежать крупных ошибок, которые могут обойтись вам миллионы. По поводу статистики, да, то есть, как все-таки выглядит инфляция на графиках, и, ну, опять же, да, мы здесь собрались все инвесторы, ну, за редким исключением спекулянты, возникает вопрос, да, как же все-таки это выглядит, сопоставимая статистика, да, фондовый рынок и инфляция. Значит, я в процессе подготовки к сегодняшнему мероприятию посмотрел разные показатели, ну, и давайте начнем, да, с какой-то экономики, которую принято брать за эталон, да, ну, и фондовый рынок, да, американская. Там не все хорошо, но вот ее все склоняют, да, и на нее равняются, да, потому что больше всех денег. Так вот, когда мы говорим о показателях инфляции, то мы видим, что... Давайте назад. Ага. Значит, мы видим... Ага. Вот. Значит, что инфляция на самом деле часто обгоняет доходность фондового рынка, и это норма даже для такой экономики, как США. И тот, кто посмотрит последние годы на статистику, он, конечно же, да, видит не всю картину. Вот. Вся картина, что, например, вот за последние 20 лет, здесь даже больше, да, значит, вот с 80-го, допустим, по 92-й год, то есть больше, чем 10 лет, инфляция переезжала доходность фондового рынка. Были всплески. На данном графике инфляция указана, как 2,6. Вот. А в целом, если мы берем на длительных горизонтах американскую инфляцию, то есть она находится на уровне 4-4,25%, то есть на длительных горизонтах. Вот. При том, что доходность фондового рынка по индексам, она составляет на уровне 6%. Причем это доходность с учетом аннуитета, то есть с учетом реинвестиций, дивидендов и все, что там капает, да, и так далее. Облигации. Вот. В качестве инструмента сравнения берем 10-летние казначейские обязательства, берем показатели инфляции и смотрим реальную доходность годовых, это вот желтая линия, за период с 2003 по 23 год, да, вот за 20 лет. И мы видим, что периоды, когда доходность облигаций в США показывала отрицательный результат, тоже достаточно много, то есть мы видим это периоды 12-13-14-й годы, видим периоды с какого там 20-го по конец 22-го года, видим нулевые какие-то показатели, и вот такая статистика, да, то есть слова из песни не выкинешь, и для того, чтобы вообще понимать, хорошо мы живем сейчас или плохо, нужно понимать вот эту статистику, это вот, да, тот самый, давайте, да, эталонная, это так, вот, конечно, в кавычках, да, там, не на все нужно равняться в Америке, но вот такая вот, значит, американская история. Значит, в этот момент меня справедливо спросят, а что же у нас, да, вот, ну, и здесь, и, да, в качестве эпиграфа я в стихах вам даже, наверное, скажу, да, то есть вот, о чем вы, лягушки, простите, поете, ведь вы же сидите, простите, в болоте. Лягушки сказали, о том и поем, как чист и прозрачен родной водоем, да, и вот я тоже, как вот, поговорю сейчас о лягушках, о инвесторах, о болоте, о российском финансовом рынке, и здесь, конечно же, когда мы смотрим картину, то выясняется, что болото-то не такое, что у нас действительно, да, и зловонная, как некоторые его представляют, и спасибо ребятам из доход.ru, да, наверное, немногие, вот, а более того, я скажу, что на сегодняшний момент единственный, да, кто ведет достаточно грамотную просветительскую работу с точки зрения реальных показателей фондового рынка. И вот эту таблицу, да, ну, Дмитрий, значит, конечно, уже видел, да, мы в прошлом интервью ее уже рассматривали, но сегодняшнюю тему, тему инфляции, я без этой таблицы опять не могу, значит, провести, опять, более того, да, кто-то видел, не обратил внимания, прошлый ролик, да, кто-то не видел, ему это будет полезно, вот, а я давайте сейчас еще раз прокомментирую эту табличку. Ну, во-первых, да, что здесь нужно понимать, да, то есть, что есть, это есть показатели инфляции за каждый год на протяжении последних 20 лет с 2003 по 2023 год. Закончится 2024 год, и можно быть уверенным, что наши коллеги эту таблицу обновят, и мы увидим текущий показатель. Так вот, инфляция у нас от 13 до 3 процентов, даже 2,5 у нас где-то было, да, какой-то год, там, 17-й год, но в среднем 8,4 процента. То есть, вот реальный показатель инфляции. Много это или мало, для сравнения хочу сказать, что девальвация рубля за тот же период, она примерно, относительно доллара, те же самые, 8,4 процента, да, то есть, поэтому, валюта, инфляция, это примерно одного уровня показателя. Особенность текущего момента это высокие ставки по банковским депозитам. Ну, там, называются 20 и так далее, но если вы реально придете в банк, под эти ставки разместить на длительный период, конечно же, не получится, банки мухлюют каждый по-своему, ставка где-то на текущий момент, да, там где-то, ну не 16, 17, там может быть 18 процентов, если хотим надолго, это будет, значит, там поменьше, ограничения по сумме, ограничения по выводу и так далее. Так вот, доходность банковского депозита за тот же период 8,2 процента. Вот, и мы видим, да, что депозит банковский, он позволяет в целом сохранить капитал, однако есть потеря этого капитала темпами, ну сколько там, 0,4, да, чуть-чуть, да, чуть-чуть мы отстаем. Причем, я похожие таблицы сам составлял и для американского рынка акций, тоже примерно на похожие периоды, там 20-30 летние, и абсолютно такая же история. Если мы имеем период низкой инфляции, то банковский депозит на уровне доходности депозитов, либо чуть-чуть ее превышает, если любая экономика российская, европейская, турецкая или американская сталкивается с периодом всплеска инфляции, доходность банковского депозита отстает от уровня инфляции. Это не единожды на разных временных периодах было отмечено статистикой. Другая история это облигации. И в данном случае смоделирована история, когда наш инвестиционный портфель состоит из доли акций, доли облигаций. И вот эта линейка, колоночки, они показывают, насколько доля акций увеличивается, настолько доля акций облигаций уменьшается. И какую доходность дают разные типы портфелей по соотношению инструментов с фиксированной доходностью и инструментов рискованных, таких как акции в различных пропорциях. Ну и вложения в облигации, в данном случае это ОФЗ, дают 8,7%, чуть-чуть выше, чем уровень инфляции. Это лучше, чем банковский депозит, но все равно это не какие-то звезды с неба, это что-то такое слабоутешительное. Но как только мы начинаем разбавлять свой инвестиционный портфель, то доходность с 8,7% у нас увеличивается до 15,7%, если наш инвестиционный портфель будет состоять на 100% из акций. А накопленная доходность за 20 лет она вообще начинает поражать воображение. Инфляционная составляющая составляет насколько 445% это накопленная инфляция за 20 лет. То есть если в 2003 году мы за рубль могли купить килограмм колбасы, то в 2023 году мы можем купить всего 250 грамм. а в случае с фондовым рынком мы видим, что мы можем купить больше, потому что у нас накопленная доходность составляет 2000%, то есть благодаря истории сложных процентов мы получаем увеличение доходности практически в 5 раз выше. Другая сторона медали это риск. То есть с чем приходится сталкиваться, если мы сидим в этом инвестиционном портфеле полностью загружены акциями, то мы сталкиваемся с 2008 годом минус 66%. Ну и сталкиваемся со следующим 2009 годом плюс 126 и последующим плюс 25. Это только по индексу, то есть отдельные бумаги конечно демонстрировали больше прирост. И когда мы начинаем составлять сопоставлять риск и доходность, в данном случае здесь взято стандартное отклонение, то волатильность у нас составляет 40%, значит волатильность считается среднего значения, понятно, что это много, и наблюдать как у вас активы плюс-минус 40%, не каждый готов, не только непрофессиональный инвестор, но и профессиональный в том числе, и поэтому конечно же нужно бороться на оптимальное соотношение риска и доходности, когда у вас доходность еще высока, но риски уже терпимы, и вообще работа любого инвестора это всегда компромисс, насколько ты готов терпеть эту просадку по портфелю, кто-то думает, что я здесь закроюсь, потом перекуплю, это иллюзия, и те, кто имеет достаточно большой опыт, они могут наблюдать, когда ты продал и решил купить дешевле, у тебя все летело вверх, ты не заработал, типичная история, есть транзакционные издержки, есть потери по налогам, есть проскальзывание, и пошло и поехало целая череда проблематики. Так вот, я вижу, что оптимальное соотношение риска и доходности, чтобы вообще идти на фондовый рынок и вкладываться в акции, оно находится где-то, вот смотрите, когда у нас риск, волатильность падает с 40 уже до 30%, то есть она на четверть снизилась, а доходность как была, так и остается, с 2000 она падает до 1800, то есть не так существенно снизилась, это соответствует портфелю соотношением акций и облигаций 80 на 20, либо 70 на 30, 70 процентов акций, 30 облигаций, 80 процентов акций, 20 облигаций, соответственно. И давайте будем исходить из этого параметра и посмотрим вообще в каком болоте мы находимся сейчас. И когда мы смотрим на график индекса Московской биржи, давайте это мы сделаем, мы видим, я тогда давайте сейчас презентацию приостановлю, запущу XTIC, кто не знаком, я рекомендую этот интерфейс взят с программы CQG, это один из эталонов для трейдинга американский программный продукт, а разработчик российский Артур Рощин, я этой программой пользуюсь с 2005 года, вы можете посчитать, причем она у меня и днем и ночью запущена, на сегодняшний день, это 19 лет, и здесь нельзя торговать, но это очень хороший терминал технического анализа, который имеет независимый поток котировок, ну и давайте посмотрим, индекс Московской биржи, и посмотрим, какие результаты у нас за год, я открываю daily график, смотрим линеечкой, ну и вот у нас с конца года мы имеем на сегодняшний момент 11 с копейками, минус 11 процентов коррекции, и казалось бы, да, вот это результат, однако, когда мы открываем не просто индекс Московской биржи, а индекс Московской биржи Total Return, который имеет тикер MC F TR, и опять начинаем линеечкой измерять показатели, то наша история совсем другая, то есть мы имеем коррекцию на 3%, вот, чувствуете, да, и таким образом мы можем посчитать очень простую вещь, мы можем посчитать дивидендную доходность нашего фондового рынка, то есть один индекс у нас с дивидендами, второй без дивидендов, и когда инвесторы смотрят на индекса, и вообще где-то он там публикуется, то в основном конечно же мы видим индекс Московской биржи, либо индекс РТС, индекс РТС это старейший индекс, и он много где упоминается, однако в последнее время, по моему мнению, он перестал быть репрезентативным, почему, потому что там цены акций пересчитаны на курс доллара к рублю, и все было бы хорошо, если бы у нас курс доллара к рублю имел рыночное ценообразование, но с недавних пор доллар у нас не торгуется на Московской бирже, курс доллара определяет ЦБ, а методика определения курса доллара, она абсолютно не прозрачна, более того, есть все признаки того, что ЦБ манипулирует курсом доллара для целей повышения доходов в бюджет, понижения, вытряхивания спекулянтов, крупных спекулянтов в виде банков, из всех каких-то своих спекулятивных стратегий. И поэтому давайте, да, мы будем привязаны к какой-то локальной валюте, к рублю, как только у нас появляется еще одно измерение, то есть у нас появляются в первую очередь риски. Ну и что у нас получается, давайте я открою слайдик, я провел подготовительную работу и посчитал, а получены были результаты следующие, значит, тут у нас сравнительная доходность, текущая, индекс московской биржи минус на сегодняшний день, на 10-е, 10-е, для истории записывается этот ролик, индекс московской биржи, обратите внимание, минус 1,79 с начала года, с 29-го, 12-го, а индекс полной доходности минус 3,7, соответственно, за 286 дней мы получаем, ну, отнормируем до года, с учетом того, что год у нас высокостный, 366 дней в этом году, и мы получаем доходность индекса московской биржи, без даже учета того, что вы портфель там формировали в каких-то дивидендных бумагах, просто вот обычная доходность индекса московской биржи, такой, какой он есть, 10,3%, значит, зная историю индекса, я хочу сказать, что доходность индекса московской биржи у нас где-то находится историческая в районе 8%, вот 7-8%, с учетом даже вот этих максимальных, а для того, кто поинтересуется доходностью индекса S&P, скажу, что среднеисторическая доходность по индексу S&P, она 2 и менее процентов находится, поэтому очень многие негативные факторы на российском фондовом рынке, они компенсируются высокой нормой доходности по российским бумагам, причем нужно понимать, что инвестиции это история сложных процентов, когда вы реинвестируете дивиденды, реинвестируете капитал по закрытым позициям, и вот эти казалось бы 10%, возьмите в четвертой-пятой степени за каждый год сколько вы 5-4-5 их продержали, то есть вы увидите резкий прирост, и мы получали на предыдущей таблице как раз почему мы получили 2000% прирост за 20 лет, да потому что вот эти 15% годовых у нас реинвестируясь, реинвестируясь, мы получили такую норму доходности, которая абсолютно не стыдна, и когда мы начинаем сравнивать девальвацию по рублю по доллару или еще что-то, мне говорят ну вот я бы купил доллар и так далее, вот я тыкаю носом в эту 8,4 это девальвация рубля к доллару за 20 лет, потом говорю ну возьмите вы значит степенную функцию эти 2% продисконтируйте за эти 20 лет, и вы останетесь далеко где-то сзади относительной доходности российского фонда рынка, вот так. Другая история актуальная текущего момента это доходность L ну инструментов денежного рынка и очень популярные на сегодняшний момент фонды денежного рынка самые массовые из которых это ВТБшный LQDT вот ну и давайте посмотрим что же у нас с этим LQDT мы тоже его сейчас найдем где он тут вот он сегодня вырос LQDT когда мы видим вот такой график который по экспоненте растет в гору кажется супер доходность но как только мы начинаем линеечкой измерять аж какая же здесь у нас все-таки реальная доходность то реальная доходность то у нас сколько там ну вот на уровне до 13% но здесь удар на экране и мышкой да я точно от открытия до закрытия значит не проведу но вот той таблицы которую вы видите доходность LQDT до 13,2% с начала года от нормировав мы получаем 16,8% это текущая доходность с начала года тех же самых инструментов фондового рынка и возник и сейчас вот это поверье массовое что все значит там свои активы вот я вложу и так далее ну и получите вы свои 16,8% доходности 17% ладно округлим а теперь давайте считать цифры вот ставка рефинансирования у нас 19% ближняя доходность по ближнему фузе 19,5% по дальним там понятно поменьше вот вы теряете 2% от доходности облигаций вот на эти 2% ВТБ и значит когда на эти 2% и живу да как в анекдоте да старом вот на что ты живешь вот и вот эти 2% у нас появляется поэтому когда мы начинаем сравнивать вот эту ТЛКУДТ с доходностью биржи а доходность у нас смотрите 10,3% доходность у ФЗ максимальная у нас там ну 19,4% там 18 с копейками ну где-то такие с горизонтом на 2-3 года то есть мы вполне можем сформировать портфель доходности 19% купонной доходности по ФЗ а теперь мы сопоставим обратите внимание вот это да портфель где мы говорили что оптимальное соотношение риска и доходности где-то 80-70% акций остальной облигаций и смоделируем а какую же доходность нам показывает этот портфель так вот портфель если у нас 70% акций 30% облигаций показывает 12,9% где у нас здесь ФЗ 19 да дает доходность вот эти 30% вот и дивидендная доходность 10,3% а если у нас риск побольше облигаций поменьше то 12% и когда мы сравниваем 13% против 17% по LQDT то мы видим что в принципе не все так плохо как может показаться на первый взгляд в нашем болоте чего конечно немногие могут понять и оценить да это то что текущее да оценочная стоимость портфеля вот исходя из текущих котировок это с одной стороны да это справедливая стоимость портфеля в случае его моментальной ликвидности с другой стороны текущие котировки они не отражают долгосрочную доходность фондового рынка и в том числе долгосрочные котировки тех же самых ценных бумаг об этом у меня будет слайдик чуть-чуть попозже но вот так и поэтому когда мы говорим о инвестициях на фондовом рынке и составление институционного портфеля по классическим нормативам то не все так плохо как может показаться на первый взгляд то есть реально мы получаем отставание от инфляции да то есть ну да есть отставание от инфляции да или отставание там от фезе или там от банского депозита но оно не кратное да у нас нет по сути своей даже даже убытка вот а дальше еще интереснее значит когда мы начнем рассматривать историю с налогами то мы получаем историю с точностью до наоборот значит я напомню что у нас введено налогообложение доходности по банским депозитам помимо доход значит обложение доходов по банскому депозиту там формула достаточно простая то есть 1 миллион на средне взвешенную ставку ключевую ставку в течение года не облагается НДФЛ все что выше у нас пошло облагаться НДФЛ и не просто НДФЛ как мы привыкли 13% одним из самых низких в мире а по прогрессивной шкале до 22% вот и следствием из этого является простой факт что если вы мелкий инвестор у которого ограничен капитал ограниченный размер банковских депозитов миллионом плюс небольшим какая-то величина то для вас это достаточно комфортная история но если вы инвестор с капиталом который измеряется миллионами либо десятками миллионов рублей то вы экономите на налогах и получаете больше в инструментах фондового рынка чем на банском депозите почему да потому что несмотря на ужесточение налогового бремени и в корпоративном и в частном и в имуществом сегменте льготы на фондовом рынке пока еще остаются и даже разговоров о их отмене пока нет вы значит Дмитрий вырежь пожалуйста это значит чтобы никто не услышал в ЦИБе в Венфиде да и не дай бог значит налоги нам значит не начислил шучу я конечно давайте мы это оставим вот и на сегодняшний день когда мы пользуемся льготами две льготы на самом деле у нас достаточно хорошо работают это льгота за долгосрочное удержание позиций это три года если мы держим значит отдать и к дате мы освобождаемся от НДФЛ раз и вторая льгота это пятилетняя да значит у нас тоже она действует единственное что там в первом случае там могут быть и репо и какие-то другие значит вещи да во втором случае у нас должен быть отказ от репо от сделок вот а в случае с депозитами мы получаем НДФЛ и от которого никуда не денешься и никаких там льгот и вычетов нет и когда мы начинаем для какого-то среднего капитала там 10 миллионов рублей допустим берем ну или там скажем там входной порог для случая квал-инвестора да а квал-инвесторы на сегодняшний день формирует у нас 80 процентов вот оборота частных лиц 80 процентов а от этих 80 да квал-инвесторы да тоже где-то порядка 80 процентов формирует оборот на вас биржи и когда мы сопоставим еще и налоги да и добавим или отнимем да к этой истории то есть мы выйдем в принципе одно к одному может быть даже фондовый рынок и позволит нам больше получить доходности да в чистом остатке вот поэтому я рекомендую не быть ангажированным вот а смотреть на конкретные цифры да на конкретную статистику какая все-таки есть да и так далее вот но от себя хочу сказать что то что эффективная налоговая ставка по доходности инвестиций она стремится к нулю это тоже правда то есть это и есть да если вы грамотно планируете свои налоги позиции вот ну а подробнее да то есть у нас отдельно да будет курс да значит инвестиции на миллионы там отдельно день посвящен у нас как раз налогообложению инвестиций так что пользуясь случаем да промо промо семинар кселиус скажем вот так вот на это вот то что я хотел рассказать а теперь давайте вот мы коснемся вопросов и опять все эти вопросы значит поговорим значит какие инвестиционные инструменты могут помочь сохранить покупательную способность денег какая диверсикация портфеля какие инвестиции в акции компании как инвестиции в акции компании которые помогут которые могут да повышать цены вместе с инфляцией помогут защитить капитал вот я уже большей части да вот эту тему да сейчас раскрыл добавлю только вот этот график график очень простой он показывает сопоставление риска и доходности когда мы берем инфляцию и я вот указал те цифры которые у нас в статистической таблице подготовленные ребятами с доход и всем рекомендую да значит внимательно смотреть за их статистикой она позволит иметь адекватное представление вообще о инвестициях о рынке и в целом да об этой проблематике 84% инфляции когда-то больше когда-то меньше банковский депозит волатильности нет доходность ниже тихо спокойно сидим да там получаем свои там денежки в конце периода облигации 8,7 то есть показатели сопоставимы а вот у нас пожалуйста доходность акций и проблема многих частных инвесторов причем даже не только начинающих а те кто уже подольше на рынке в том что оперируют очень короткими горизонтами и ретроспективными горизонтами и перспективными горизонтами вот если бы я продал в апреле я был бы там богаче на 15-20% ну знать бы прикуп как говорится жить бы в Сочи никто не знает будущее а могло и не упасть а могло еще вырасти на 20% на самом деле и я пропагандирую историю очень простую рассматривать не только негативные сценарии но и позитивные сценарии и я не раз произносил эту фразу и произнесу сейчас на рынке зарабатывают только оптимисты и в целом мы должны понимать что долгосрочная тенденция фондового рынка любого развивающегося развитого состоявшегося какого-то это тенденция роста и мы должны эту тенденцию эксплуатировать и на ней зарабатывать и мы можем контролировать на самом деле ограниченное количество вещей когда мы частный инвестор и инвестируем свои личные деньги контролировать можем только по сути две вещи свои расходы и можем контролировать распределение активов по классам депозиты облигации акции рыночные события мы они нам не подконтрольны мы наблюдали раз за разом когда все с оптимизмом в пятницу а в понедельник у нас уже жизнь ключом бьет а рынок на 15% ниже если не на 50% и поэтому конечно же здесь нужно исходить из статистики из долгосрочных горизонтов когда мы берем долгосрочные горизонты то на коротких периодах мы можем наблюдать конечно же волатильность и падение и допустим в этой точке мы смотрим ну что у нас там вот в минусе и облигации бы нам принесли и акции и инфляция выросла вот у нас акции значит в минусе как нам быть ну смотрите дальше то есть вы же когда пришли на фондовый рынок вы говорили что я до пенсии это мой пенсионный портфель так до пенсии вам еще 20 лет или 10 хотя бы 5 да то есть что же вы значит смотрите на горизонте да значит с мая месяца вот смотрите лучше вот ну и соответственно мы должны сопоставлять вот этот риск грамотно если мы говорим волатильность вот который измеряется в стандартном отклонении отклонение от среднего и нормой исторической для российского рынка от среднего значения плюс-минус 15% сплошь и рядом да мы можем наблюдать вот эти отклонения поэтому готовы сидите в акции не готовы ищите компромисс когда вы разбавляете вот эту доходность доходность акций снижением риска за счет покупки инструментов с фиксированной доходностью ну вот так реальные активы какую роль играют реальные это активы такие как недвижимость товары защите инфляции как накопление запасов товаров длительного пользования может помочь в период высокой инфляции вот ну если мы профессионально рассматриваем недвижимость то мы должны рассматривать конечно же амортизацию издержки и так называемую стоимость владения да когда мы амортизацию плюс издержки связанные с текущими расходами и налогами и там чем-то еще которые покажут реально во сколько нам обходится вот эта стоимость владения когда вы покупаете недвижимость для себя это одна история здесь цена вообще не имеет никакого значения да где живете да то есть вы исходя из из соображения личной безопасности личного комфорта да каких-то там семейных там создания да семейного какого-то очага вот вот когда вы покупаете с целью вложения средств то на сегодняшний день вложение средств имеет только тогда когда вы сдаете эту недвижимость в аренду вот потому что во всех остальных случаях с учетом амортизации вы будете получать отрицательную величину вот благодаря тому что ничего на свете не вечно вот и камень превращается в песок а кирпич и тому подобное вот а с учетом текущей налоговой политики да когда у нас будет расти налоговое время на все виды имущества причем как прямое в виде налога на недвижимость так и косвенное в виде налога на воду на воздух да там на мусор и еще на что-то да то есть мы получаем достаточно большую просадку да и потерю стоимости вот что касается покупки товаров длительного пользования да или предметов роскоши да вот куплю-ка я что-нибудь часы rolex потому что да они станут дороже вот ну здесь конечно же нужно учитывать что содержание любого имущества да оно требует обслуживания да то есть ну во-первых ветшает у нас есть срок эксплуатации во-вторых можно столкнуться с издержками в самом неочевидном месте да вы купили те же самые часы rolex механически хорошие дорогие успели да по старой цене вот и они у вас через два года перестали тикать и вам нужно отдавать их в сервис у вас два варианта махмуду вот в ларке значит там где продают орехи да на рынке вот он говорит я любые часы да в том числе ролик значит вам починю вот ну результат я думаю будет очевиден да то есть что с этими часами да станет даже если вы от него отходить не будете вот либо вы идете авторизованный сервис и вас там просят 600 евро да за то чтобы сделать значит грамотно да по всем технологиям эти часы и вы попали на какие-то деньги либо у вас это железка да либо вы должны выкладывать и поэтому конечно же когда мы говорим про реальные активы то здесь нужно смотреть а какие же у нас издержки тянут тянут вот эти активы и в случае с кризисом конечно же мы должны сокращать долю вот этих постоянных расходов которые у нас вытягивает да вот вытягивает недвижимость да коммунальные услуги налоги да и пошло и поехало там машина да значит все кто имел иностранные машины до 2022 года вот они столкнулись со стоимостью запчастей сервиса да и так далее и ну да машины стали в два раза дороже но обслуживание стало в четыре раза дороже да счастливы мы обладатели иномарок по старым ценам или нет большой вопрос вот моего отца четверка вот и когда он меняет своими силами значит полуось в гараже со старой рассыпавшейся на новую за полторы тысячи рублей вот все соседи по гаражам у которых иномарки они ему завидуют да и так далее вот и поэтому кто-то скажет да я там не буду ориентироваться на пенсионера и так далее но это тоже один из вариантов о котором нужно задумываться да то есть если мы попадаем в какой-то период турбулентности да экономической то борьба с инфляцией это в первую очередь сокращение да вот своих каких-то издержек и история в чем да не в том что там все стало дороже а можем ли мы сохранять вот этот самый бонус да когда мы заработали деньги потратили у нас что-то осталось что мы можем отложить инвестировать да и так далее если нет вы в болоте да если можете вам эта инфляция и текущее положение дел на самом деле если не по барабану да ну не так актуально да и не так вас волнует и так далее вот на это вот я вот поэтому здесь конечно же нужно смотреть да амортизацию издержки вот но это отдельная тема вот она на самом деле тоже в одном из семинаров селиусов разбирается значит недвижимость в случае с недвижимостью статистика говорит о том что недвижимость растет опережающими темпами в цене при всплеске инфляции и на этом фоне мы наблюдаем падение индексов акций и облигаций но облигаций в меньшей степени акции в большей степени корректируются поэтому недвижимость является в классическом случае это конечно же одним из элементов диверсификации в инвестиционном портфеле да в личном капитале речь идет опять же до доходной недвижимости да то есть той которая которая у нас дает положительный денежный поток проблема конечно с недвижимостью в том что она требует достаточно крупного капитала вот и ну не всем доступно да то есть ну какой-то категории доступно поэтому здесь конечно же тем кому доступно мы значит можем поаплодировать да то есть действуйте в том же духе вот по поводу личного бюджета да значит в качестве тех вопросов которые фигурировали перед сегодняшним перед сегодняшней встречей да как правильно составить личный бюджет чтобы минимизировать влияние инфляции на повседневные расходы какие стратегии управления долгом могут быть полезны в условиях растущей инфляции вот ну личный бюджет на самом деле это тоже отдельная тема и она тоже где-то раскрывается и вы можете найти это и в открытом доступе да и в закрытом да и за деньги и в книжках вот но сейчас я скажу следующее то что и в целом это классический случай и я наблюдаю раз за разом что в любой момент всплеска инфляции да в кризисной ситуации нельзя иметь долги вообще их лучше не иметь вот если мы говорим о личном бюджете да инвестиционном причем как в частном случае маржинальное плечо на фондовом рынке да в ценных бумагах я наблюдал неоднократно как маржинальное плечо полностью убивало капитал и даже если инвестор не поймал какой-то резкий обвал как это 2008 год как это было в 22 году как это было в 14 ну то есть у нас с периодичностью раз в 2-3 года да что-то такое случается вот и в этот момент да теряется очень много капитала производные финансовые инструменты это другая история да это спекулятивная да внутридневная мы сюда ее не относим хотя там маржинальное плечо зашито вот так и поэтому классическая история это не нужно иметь долгов а если вы вляпались с долгами в какой-то период кризиса то все силы должны быть конечно же покрашены направлены на погашение долгов вот так вот вторая история это наличие резервного фонда вот этого фонда да значит который позволит где-то в какой-то момент перестроиться да то есть не всегда нам очень быстро удается пересмотреть личный бюджет да какие-то баланс между доходами и расходами что-то может случиться там с бизнесом с работой на которую вы ходите да там с какими-то там другими историями связаны с форс-мажором вот поэтому резервный фонд он конечно же позволит достаточно комфортно да какие-то встряски пережить вот и когда мы говорим о инвестициях то есть основные проблемы да почему люди разочаровываются в инвестициях почему они очень некомфортно значит переживая да коррекцию на фондовом рынке и в целом можно обобщить вот эту всю историю очень просто что у людей нет резервов у них есть долги у них нет источников дохода вот то есть они не могут переждать вот это да какой-то да там коррекцию сплатно фондовым рынком и успех на фондовом рынке ну опять же да те кто уже прошел через огонь воду медные трубы он подтвердит мои слова связан не с тем как вы там правильно инвестируете неправильно а как правильно вы организовали свой личный бюджет вот это основа это основа основ вот ну и в целом на фондовый рынок можно идти только тогда когда у вас нет долгов вы сформировали резервный фонд который позволит вам прожить без дохода каких-то источников дохода от полугода до года да кто-то закладывается говорит я вот я буквально вчера общался с человеком он говорит ну вот все рекомендуют от полугода до года у меня на два года отложено да то есть человек работает по найму да то есть он высокооплачиваемый менеджер вот так вот он подошел те у кого нет сбережений источников дохода либо они нестабильны конечно же да они видят что деньги тают в руках капитал тает вот я бы там вложил депозит и был бы совсем другой историей ну вот так вот ну и в целом да потребительский аскетизм живя в большом городе особенно в таком как Москве да ты можешь почувствовать себя букашкой когда там кто-то там на байкмахе проехал кто-то там значит там айфон еще не начали продавать в официальной розничной сети а вот уже значит с ним пришел да куда-то на работу или в школу да или там в университет вот здесь конечно да это какое-то такое значит просто чуть-чуть должно быть до мировоззрения как бы вы не были богатые и шикарно одеты и какая у вас машина всегда найдется тот кто будет дороже богаче и яхта длиннее у него да и машина да круче поэтому здесь какие-то значит ну должны быть личные да установки потребительский аскетизм когда мы необходимый и достаточно получаем комплекс да благ да в виде там жилья продуктов питания да еще чего-то ну а остальное да это оно позволяет нам чувствовать комфортно да пережить вот какие-то да смутные вина да в том числе те которых мы сейчас находимся ну и классическая история это формировать источники дохода пассивного дохода здесь конечно кто на что гораст вот классическая история да историческая это недвижимость с которые сдаются в аренду и тот кто читает билетристику в частности ну не знаю как сейчас да то есть ну где-то 10-20 лет назад да когда на российском фондовом рынке инвесторов всего было 80 тысяч а не 32 миллиона как сейчас а активно торгующих было всего 10 тысяч человек да который совершил сделку хотя бы один раз в месяц вот была популярна книга Джесси Левермора и там мне запомнилось это один из признанных ну называют великим да спекулянтов американским да начала прошлого века и у него в книге присутствует такая фраза да я устал периодически испытывать банкротство нужду и поэтому я купил ренту себе своей жене своим детям да вот так вот и человек да то есть получил источники дохода и он может отойти от рынка тогда когда у него там нет возможности торговать вот когда он столкнулся с какими-то убытками и так далее и это типичная история ренту можно сформировать понятно на недвижимости можно сформировать ренту через банковский депозит почему бы нет деньги будут у нас проседать здесь в случае с недвижимостью недвижимость все-таки она защищает от инфляции если вы хорошо поете вы можете написать кучу песен и получать за них авторские отчисления если хорошо пишете кучу книг если вы инженер зарегистрировать патент есть другие источники дохода я знаю парня который инвалид работает из дома программист у него есть несколько сайтов где капает ему по чуть-чуть и он чувствует себя достаточно комфортно хотя казалось бы человек ограничен в целом возможностях относительно среднестатистического человека средних лет поэтому наличие каких-то источников дохода намного повысит настроение и оптимизм для любого инвестора и неинвестора значит вопрос какие государственные облигации защищенные от инфляции доступны для частных инвесторов на сегодняшний день на российском фондовом рынке торгуются 4 типа облигаций федерального займа и я поклонник вообще такого подхода что не надо лезть в корпоративные бонды потому что доходность по ним сопоставимая а иногда даже ниже чем по ОФЗ риски и трудоемкость анализа намного выше то есть здесь мы фактически имеем один из самых надежных инструментов за которым стоят государственные облигации и практик говорит о том что отдельно взятый имитент объявит дефолт заморозит выплаты скорее чем это произойдет на государственном уровне до этого нет какие у нас есть типы ОФЗ традиционные с постоянным доходом ОФЗ ПД вы увидите их по 26 серия 26-25 иногда редко встречается это основные типы облигаций они корректируются по цене они в принципе соответствуют текущей рыночной доходности как я уже сказал по 26 серии на сегодняшний день это с горизонтом на год 2-3 где-то на уровне 19 и более процентов 19.4 и так далее вот значит ОФЗ индексируемые по инфляции причем по инфляции индексируется тело плюсом является то что индексируется ежедневно и это учтено в цене минусом то что по официальной инфляции Росстата которая верить который или не верить это личное дело каждого вот еще плюсом является то что у них доходность 20 процента с половиной процента от номинала и благодаря тому что процентная составляющая относительно небольшая они имеют меньшую чувствительность к процентной ставке то есть волатильность этих бумаг в случае изменения роста процентной ставки чем традиционный выпуск 26 серия с постоянным доходом они тоже учитывают ключевую ставку и если бы там учитывалась инфляция полностью справедлива они бы всегда торговались по номиналу мы бы получали свои два с половиной процента купона были бы счастливы они тоже корректируются сейчас дискомт от 10 и более процентов почему потому что они учитывают высокую текущую процентную ставку и дисконтируются соответственно относительно того состояния рынка когда они выпускались есть у нас с переменным купоном как правило эти облигации привязаны к ставке Russian Over Night Index Average то есть это ставка на межбанковском рынке и плюс к ней добавляется 0,3 от 1,3 до 1,6 процентов это любят банки такие облигации покупать я с уважением отношусь к этим облигациям но так как я не из банковского сегмента то мне очень сложно анализировать то что там проходит между этими банками какие-то тенденции поэтому лично я на двух типах облигаций с переменным доходом и индексируем по инфляции то есть концентрируя свой портфель есть еще уходящий тип ФЗ есть ФЗ с амортизацией долга где тело погашается по графику с какой-то периодичностью это 46 серия таких облигаций очень мало да и ликвидность там низкая потому что они давно достаточно уже были выпущены да и постепенно они с рынка вымываются вот поэтому классическая история это индексируемые по инфляции облигации первые индексируемые по инфляции облигации были выпущены банком Англии произошло это более двухсот лет назад они до сих пор торгуются и до сих пор можно по ним получать значит купон индексацию ну и в принципе инструментарий достаточно широкий то есть можно подойти через процентную ставку здесь на самом деле мы видим номинал когда смотрите вы открываете терминал вы видите сто процентов дисконт но облигация она уже не тысяча рублей да ее номинал а там тысяча двести тысяча пятьсот да и так далее то есть этого не видно в котировках да вот в этом котировочном стакане то есть и поэтому очень многие досмотрят вот доходность два с половиной я куплю лучше там что-то доходностью девятнадцать чем эти два с половиной хотя эти два с половиной не отражают реальную доходность вот следующий вопрос стоит ли инвестировать в иностранную валюту для хинжирования инфляционных рисков я никогда не был поклонником и не испытывал пиетета значит к доллару почему я уже объяснял в течение дня потому что доходность российского фондового рынка она превышает доходность валюты и по инфляции и по инвестициям в этой валюте раньше можно было эти доллары купить положить на депозит однако у нас была история 22 года когда и с той стороны и с этой у нас были введены запреты на хождение в России какие-то валюты и в прошлом дискуссии Дмитрий с тобой мы открывали график диаграмму кто не видел туда загляните посмотрите как в 22 году резко был сброс валют из депозитов и валюта пошла конвертирована в рубли и рубли пошли на банковские депозиты резко выросла масса размещенных средств населения банковских депозитов вот в целом ну притчевоязыцах да это тот самый гигантский долг да американский который измеряется триллионами десятками триллионов и на триллионы прирастает каждый год вот и очевидно что такой большой размер долга он никогда возвращать то есть долги возвращать американцы не будут они даже если захотят не смогут и здесь два варианта самый гуманный когда просто они разгонят инфляцию вот и девальвируя национальную валюту доллар да они отдадут долги да то есть дешевыми долларами вот но соответственно должна быть инфляция многократно вот и выдержатель долларов что-то некомфортно да вот это все выглядит да на самом деле вот никто не говорит о том что по рублю может быть похожая история там и по другим да каким-то валютам там по евровалюте и по швейцарскому франку там почему угодно то есть нет никаких абсолютно значит сто процентов надежных валют это нужно понимать вторая история которую очень многие недооценивают это то что как можно избавиться от долга значит эта история связанная с тем чтобы извините меня за термин чтобы понятно было докинуть держателей бумажных долларов вот если вы следите за ситуацией на рынке обмена валюты то в целом да на глобальном то вы можете заметить да что в последние годы появилась тенденция когда на развивающихся рынках и в развивающих странах африканских южноамериканских как от чумы отнекиваются от выпуска долларов старого образца почему потому что ждут да что в случае чего да а как да будь я значит председателем фрс я бы провел денежную реформу я бы сказал что меняем всем сколько угодно если вы отчитаетесь о происхождении ваших долларов понятно да вот меняем вот здесь да значит вот возле вот окошечко фрс да приносите хоть чемоданами хоть еще что-то да со справкой о ваших доходах вот и и все мы приплыли да и так далее все кто не успел да старые купюры перестают обращаться значит у нас там предположим там с 1 января 2025 года у вас осталось два с половиной месяца вот кажется да что это утопия но похожие истории на самом деле были Великобритания три года назад меняла 20-ти фунтовые купюры вот и к обмену не было предъявлено несколько миллиардов наличных 20-ти фунтовых купюр да после этого обмен закончился и так далее но это отдельно взятая купюра в отдельно взятой стране причем британский фунт он не имеет такого массового хождения как доллар и так далее и поэтому а в случае если здорово что-то такое там обмен денежных знаков будет и так далее то есть кинуто будет широкая публика более того мы не знаем вообще сколько напечатано этих бумажных долларов вот сколько из них американские да сколько фальшивые и так далее вот это вот одна история ну и третья история да только с которой мы столкнулись да как россияне как государство это экспроприация значит того что было куплено на доллары золото казначейских облигаций да и так далее и вот эта политика санкционная она в том числе направлена на то чтобы снизить да вот этот долг который может быть предъявлен к погашению со стороны для Америки недружественных стран Америка для нас недружественная да мы соответственно для нее глубоко недружественная страна вот ну и здесь соответственно нужно про это понимать поэтому валюту отберут рано или поздно либо отберут там либо отберут у нас вот наши да значит контрольно-режионные органы да и финансовые власти и примеров такой в истории было вот я напомню что есть у нас ну была уголовная статья да в советское время да и до сих пор живы люди которые отсидели по ней значит от звонка до звонка и так далее вот поэтому будьте осторожны с валютой ну и на самом деле нет ничего удивительного нужна валюта для поездки куда-то там за рубеж ну купили съездили и все да то есть хранить в недружественной валюте какие-то сбережения я бы не рекомендовал ну следующий вопрос это вопрос про золото вот то что не тлеет не горит альтернативные инвестиции такие как драгоценные металлы криптовалюты могут быть использованы для хеджирования инфляции в целом да вот когда мы говорим о золоте ну оно известно как средство платежа более двух тысяч лет вот и в целом рост стоимости золота соответствует инфляции вот как локальный так и глобальный это факт да факт который сложился вот ну такой сложился миф да что золото это вечная ценность и если две тысячи лет он существовал маловероятно что он вдруг там за год за два изменится и так далее вот проблема с золотом то что нет процентного дохода и то есть мы за что купили за то и продадим но при этом у нас есть издержки связанные с хранением и здесь конечно вот я обратил во внимание на самом деле на такой не прямо относящийся к нашей теме да а вот может быть для спекулянтов кто любит фьючерсы вот что цена фьючерсов на финансовые активы она всегда скантанга стоимость фьючерсов на сырьевые товары с поставкой она с бэквардацией кто-то сейчас мне попытается ткнуть носом скажет ну вот я открываю фьючерс значит там на золото там или на еще что-то там московская биржа да на нефть да он у нас тоже значит там скантанга но когда вы почитаете спецификацию то это фьючерс на фьючерс это вторая производная да это фактически фьючерс на финансовый актив и он как инструмент финансового рынка он вообще к нефти не имеет никакого отношения на самом деле просто там на погоду он был бы там или там на стоимость квашеной капусты да без разницы на что поэтому обратите на это внимание и вот эта история да которая подтверждается прямо вот этой баквардации по стоимости фьючерсов она учитывает стоимость складского хранения храны обслуживания сырьевых товаров металлов нефти и так далее помните знаменитую историю когда несколько лет назад цены на нефть упали до отрицательных величин в России обанкротилось несколько значит у нас спекулянтов крупных да которые любили значит там опционы покупать да и так далее а что произошло то что в какой-то момент один из крупнейших американских ETF US Oil Fund начал релироваться как у него написано в инвестиционной декларации перекладываться из ближайшего в дальний контракт ликвидность а туда все понесли деньги на фоне коронавируса то есть все стали трейдерами да и инвесторами потому что дома нечем заняться вот объемы резко выросли этого фонда объемы капитала чем ликвидность срочного рынка американского и соответственно фонд пробил рынок обвалил он все выкупал то есть он скидывал старые контракты а те кто были вынуждены покупать или не имели возможности скинуть они были выведены на поставки да и соответственно а ты должен выкупить эту нефть а у тебя все танкеры заполнены и стоимость у тебя вывоза хранения и продажи оказалось больше чем вот эта вещь это вот одна из историй которая к золоту напрямую не относится но показывает всю сложность специфику и риски связанные с инвестицией в реальные активы связанные в данном случае с нефтью и золотом вот и поэтому мы будем либо мы храним золото дома мы будем платить за что там за сигнализацию и за молчание вот будем хранить это где-то в сейфе в банковском вообще они ни за что не отвечают да не отвечают только что что никто не сломает эту дверцу а что там за ней у вас было они вообще не знают может быть у вас там ничего и не было и таких случаев очень много на самом деле когда ну вот если вы эту проблематику поизучаете не скажу что много немало да когда вдруг оказывалось да что в банковской ячейке совсем не то что туда уложили значит там вкладчики вот ну и другие случаи конечно это давно уже было когда в один из полукриминальных банков пришел ОМОН вскрыл банковские ячейки и попросил да прийти владельцев и предъявить да и забрать вы можете забрать примерно половина владельцев не пришло за своей валютой да значит драгоценностями это тоже вот такой наглядный случай вот что может случиться да вот с этой банковской ячейкой вот низкая ликвидность а ликвидность это что это возможность продать без потери стоимости быстро да то есть либо мы продаем долго вот а за это что-то нехорошее у нас может случиться если нужно быстро мы должны скинуть и риск экспроприации я напомню что в россии до сих пор в уголовном кодексе есть статья уголовная ответственность статья 191 за любые сделки с драгоценными металлами совершенные в нарушении законодательства то есть вы не можете продать своему другу значит там детство вот понятно да вы должны только сдать в банк мы видим да как правопривенительная практика может резко меняться то что вчера было еще законным да сегодня может быть уже незаконным да где-то могут отобрать лицензии мы можем оказаться в истории когда вдруг круг легальных операций золотом резко снизится да то есть просто ЦБ ведет ограниченное количество лицензий организации которые могут покупать и продавать это золото и мы окажемся с этим золотом неудел вроде оно есть но продать мы его можем только вот в этот банк а этот банк знаете как сейчас любят эти банки продаем мы по рыночной цене золотые монеты а принимаем без ограничения по номиналу да и вот за 50 рублей вот этот золотой значит там червонец да значит можете сдать и так далее вот поэтому здесь конечно очень много историй связанных с рисками непосредственно вот драгоценностями тот кто считает что в россии все плохо нет никакой демократии ну давайте посмотрим на эталонную демократию на американскую вот а кто ее плохо знает я напомню что в 1933 году США была введена уголовная ответственность за хранение золота значит можно было хранить золото в обручальных кольцах и в целом на сумму не более 100 долларов США да ну да там мне показывают сережки там может быть браслеты там и какие часы да там на золотой цепочке но не более того ответственность была какая значит либо штраф 10 тысяч долларов если привести к текущим ценам я даже не знаю с чем это сравнить ну то есть это миллионами значит наверное да вот так вот измеряется либо тюремное заключение до 10 лет что активно тоже применялось вот пожалуйста эталонная демократия а запрет на владение золота частными лицами был отменен только в 1974 году таким образом США что делали да они поддерживали свою банковскую систему которая была на грани тотального дефолта вот а Рузвельт будучи избранным президентом введя этот закон значит о конфискации золотого населения он сам побоялся значит произнести вслух что это он вел вот и сказал что это не мое решение да он от него значит отнекивался то есть вот пожалуйста да эталонная демократия вот ну а тех кто хочет глубже окунуться я рекомендую прочитать труд для инвесторов Ильфа и Петрова золотой теленок именно 36 главу где стап обвешенный золотом пошел значит через бандеру да к полякам в гости вот и чем это все дело закончилось да вот такая вот история поэтому золото оно имеет да какую-то свою специфику будьте осторожны да с инвестицией в золото здесь тоже риски есть они достаточно большие ну и в целом конечно же нужно понимать что отберут все вот кто-то вкладывает недвижимость просто забыл что ее тоже отбирали правда давно уже вот и недвижимости вообще не было как как частной собственности да до 90-х годов за редким исключением вот ну если не прямо отберут то через налоги вот и так далее поэтому в целом конечно же да то есть отобрать могут все ну и к этому нужно быть быть готовым да и так далее вот по поводу криптовалют ну криптовалюты я отношу к инструментам расчетов вот может быть да отдельный небольшой перечень значит которые позволяют уйти от налогов торговать нелегальными товарами да или уходить да значит через какие-то значит трансграничные значит там ограничения вот но это или инструмент для спекуляций вот но это ни в коем случае не инструмент инвестиций потому что там нет никакой внутренней стоимости и нет традиций если по золоту мы говорим что она имеет традицию ценности да более несколько тысячелетий про недвижимость говорим что там рентный доход про ценные бумаги говорим что там либо прирост внутренней стоимости корпорации да либо выплата дивидендов либо выплата обязательств в виде купонов да по облигациям в случае в случае с криптовалютой у вас нет ничего нет отчетности нет ничего никакого контроля да поэтому криптовалюта конечно же не может являться инвестиционным инструментом на мой взгляд да я знаю что есть значит много оппонентов у меня да но я с ними спорить не буду в целом не нужно иметь какое-то отгажированное мнение то есть формируйте свое значит на основе на основе то есть книг опыта да то есть ну вот так да то есть все будет хорошо на самом деле если если грамотно подходит риски они существенно меньше да чем могут показаться на первый взгляд ну вот и сегодня да я показал опять же по статистике когда мы смотрим сравнительную доходность даже с учетом коррекции да в течение летних месяцев российского фонда рынка по двум классам активов по акциям и облигациям не все так печально как может показаться на первый взгляд ну это надо видеть и надо соответственно иметь на это свой взгляд ну вот наверное все да что я сегодня хотел рассказать вам спасибо за внимание вот все добро спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok